А вышла тут недавно в раннем доступе игра про скандинавских мореходов. Чё-то там она Viking Rock, по-моему, называется. В общем, мне показалась оригинальная идея с данным сеттингом, ведь все эти, знаете, такие новомодные сурвайвлы с огнестрельным оружием уже приелись, а тут технологичнее арбалета вообще ничего нет. Так что я даже как-то взволнованный не знаю, чего от этой прекрасной задумки ожидать. Мне кажется, очень плохие хитбоксы, очень плохие сражения, очень плохие лаги, очень плохие проседания по пингу, очень плохие NPC, NPC тебя ваншотит. Эээ, слышь, тормози. Плохой крафтинг, плохое управление, стамины теряются очень быстро. Блять, да стоп, это моя работа. Нельзя настроить звуки и другие вещи, нельзя настроить управление под себя. Нельзя... Так, всё, докатились, блять, до того ревьюеры и стима уже у меня хлеб отбирают. В общем, судя по тому, что самый забитый сервак здесь имеет 9 человек онлайна, всё сказано, конечно, по делу. Но не будем спешить. Визитная карточка каждой онлайн-игры – это редактор персонажа. С него обычно начинается знакомство с тем или иным миром, а поскольку это онлайн-игра, ещё и с крафтингом, типа Раста, то это не может не радовать и, наверное, от этого многое зависит. Вот, например, у меня почему-то персонаж скукожен, будто он замёрз. А кто лучше всего подготовлен к морозам? Конечно же, гномы! Как известно, обычный человек по всем пунктам проигрывает диким животным в плане остроты слуха, зоркости и так далее. Поэтому сейчас я сделаю универсального солдата для этих земель, который выживет в любой ситуации. Крупное телосложение – это для дураков. Мы будем брать противника с мехалочкой, поэтому ебашим везде нули для того, чтобы сделать нашего бойца более компактным. Это же Дварф! Итак, большая голова для ума, большие уши для слуха, большой нос для того, чтобы унюхивать везде и всё, кристально-голубые глаза для того, чтобы… Нравится женщина? Как-то же нужно продолжать столь приспособленный, блять, вид. Эм, чёрная кожа для того, чтобы было труднее заметить ночью. Лысая голова, ну, чтобы не было в шее, борода. Ну, он же викинг, хули нет-то без бороды, викинг. Пацаны увидят, засмеют, а отец с арбалета, блять, застрелится. Такое горе в семье. Имя, имя, имя. Кто там в скандинавской мифологии был? Один, что ли? Ну, тогда считайте, что это его улучшенная копия. Так, у моего NPC-наставника, по-моему, сердце, блять, отказал, когда он его персонажа увидел. Давайте, дайте мне квесты, я ваш ученик. Убей меня, шлюха, убей! Сорить, чё умею, оба-на! Да ты чего, ты чё, вставай, расправь плечи, я не буду тебя убивать. Да, я грозен, да, я секс-год-один, меня все знают, но я же могу и наебашить любому, если будут моих скандинавских братанов обижать. Ты чё, вставай. По-моему, его парализовало, блять. Вы посмотрите на этого сукиного сына, да он же ко всему готов. О-о-о, кажется, сейфс-год-один учуял женщину. Она, она оказалась смешленнее, чем те, блять, NPC-и, она даже в глаза ему не смотрит, чтобы нахуй не умереть от страха. Ну, ну не все могут совладать с такой внеземной красотой, вот вы посмотрите на это. А они неплохо смотрятся, должен вам сказать. Ну все, жена! Ща будем жить, жить вместе, не знаю, в доме твоей матери, потому что в секс-год-один нету ничего своего, он нахуй с небес свалился, слава богу, трусы ему хотя бы выдали. Бесплатно, а то вон как орудие массового поражения выступал, своими мудями тряся. Так, стоп. Расцветка нашего брачного ложа что-то мне напоминает. Жена, у меня к тебе пару вопросов... Э, э, куда? Стой, сука! Ничего-ничего, ща я к ней подкачу, смотрите! Оба! Оба-на! Стой, ну хоть объясни, что не так! Ну? Ты урод и дебила! А мама говорит, что я красивый... и умный. О-о-о-о! На поебалу! О, а что это я вижу? Чё, давай нахуй! Давай, сучара! Хули ебанины сделаешь, опа! Давай! Давай-давай-давай! Опа! Слишком медленно! Оба-на! Сука, пропустил! Давай! Себался, вот и всё нахуй! Понимаете, только что на ваших глазах этот чёрт, он мало того, что контролирует сердца женщин, ещё и мир ёбаных животных! Он вообще везде король! Здесь, оказывается, как в Скайриме, можно вообще в любой дом практически зайти и собирать в нём лут. Если это, конечно, не дом, который построен другим игроком. Так. Чё, штаны не перетягиваются? Я уже устал на его зажёванные трусы смотреть. Тут нельзя переключить вид. Вот я перетягиваю щит, смотрите. Во. Щит выбрался, но у меня теперь эти штаны каутухуи посреди экрана. Я... Зачем? О, ещё одни. А, и арбалет. Ладно. Ладно. Сейчас я попробую перезайти. Я надеюсь, ничего не сломается. Какой шанс, что персонажи остаются на серваках после повторного захода? Нулевой, блядь! У меня удалился мой карлик! Что мне теперь делать? Не, я... Я не хочу больше играть, это просто трагедия. Я в депрессии, а зрители уже наверняка до слёз доведены из-за такого удара... Удара по самому больному, Один! Один, мать вашу! Мы к нему уже привыкли. К его прекрасным голубым, как небо, глазам. К его... Эээ... Бороде. К его... Ушам и носу. К его необычному росту и... Телосложению. Он был всё то, ради чего стоило играть в эту игру. Он не хотел славы, он не хотел богатства. На его тощих булках в очередной раз заживались трусы. Тот ещё видок, блядь. И он просто хотел штаны, дабы не расслевать одним своим видом всех женщин в радиусе километра, но не более. Он ведь знал, какой силой обладал, как полубог, и... Эээ... Какая участь его ожидала, и представляете? Представляете горе его родителей, когда они узнали, что их сын, полу... Ебать его с присвистом, божество погиб на глазах у... десятка тысяч человек, которые посмотрят это видео. Их сын погиб как герой? Нет. Всё закончилось вот так. Глупый. Глупый Один. Он пошёл... Он пошёл на поводу своих чувств, понимаете? И захотел вернуть свою давно утраченную жёнушку, которая его даже не любила, она просто убежала от него в леса, и Один пошёл за ней в горы, чтобы... доказать себя, но из залагающих штанов и ёбаного вульфа, который не те кнопочки нажал, вылетел с серва. В общем, всё закончилось очень печально. Блядь, да ладно, я нашёл её! Нихуя... Эй, красавица! Чё, быстро замену нашла, да? Хуесоску это сграбляет. Да вы посмотрите на это ебало! У него грабли, у неё метла. Ага, сработались два сапога пидораса, но ничего, ничего. Я вам, сука, за Одина отомчу. Лови, блядь! Сука бессердечная, секс-гот Один из-за тебя умер. Ща я тебя нахуй научу, блядь, после дисконнекта дожидаться. Мужа. Пиздец. Как-то ебало вспомню. Но всё равно надо было ждать. Стоять, блядь! Чё? Давай нахуй! Сука! Ах! Субтитры сделал DimaTorzok